Ну, кстати, тут вопрос появился. Не проходит страх, не пойму, какая причина. Страх, я говорю, ещё раз, бьёт сюда. Если нет понимания, какая причина, значит, просто ваше поле, назовём его биополе, как правильно в некоторых источниках по-другому называется, ну, вот биополе, есть меридианы, вот, и человек похож, вот, как планета, силовые линии, но в отличие от мёртвой материи, скажем так, неорганичной, у нас потоки идут встречные и туда, и сюда. Вот, поэтому если где-то меридианы заперты, то получается, что энергия начинает блокироваться здесь, появляются сгустки и идёт разрушение на клеточном уровне разрушения. Поэтому есть такие методики иглоукалывания, они начинают открывать меридианы, если это грамотно, конечно, делается. Но мы можем без всякого иглоукалывания эти вещи сами совершать. Я в первые годы свои, когда начал этим заниматься, у меня сам спонтанно, я дважды инженер, авиационный, гидростроитель, работал на строительстве объектов водных там и так далее. Но вдруг неожиданно, после того, как я начал справляться со страхом, с ревностью, с какими-то ещё элементами ошибок своих, у меня вера открылась и прочее, пошёл поток. То есть я всё меньше и меньше нарушал вот эти, теребил вот эти линии, то есть они постепенно-постепенно стали превращаться в более гармоничные. Что я получил вместе с улучшением здоровья? Я и сейчас не абсолютно здоровый человек, но я работаю над собой, то есть процесс продолжается. И здесь у меня была почти язва желудка, то есть непрерывные гастриты. Я пил нож, потом другие лекарства. Как только я победил страх, у меня желудок восстановился. Любые острые вещи ем и многое, что другое. Как ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, работает очень хорошо. А для моего возраста, у меня 76-й год, это достаточно так убедило меня, что это нормально. Я не материалист, я поверил, но вера это априори, то есть у меня нет опыта. Я думаю, я буду проверять всё. И вот пошли годы проверки. И в течение этих лет я получил опыт, что оказывается уменьшать свои отрицательные эмоции постепенно. Это не сразу даётся, но это годы и годы нужны. Но они уходят, и тем самым, как я понял, я иду туда, куда меня когда-то звали все наши пророки, в том числе Иисус Христос. Если я живу в христианской стране, естественно, я буду использовать прежде всего домашнюю свою религию, которая нам дана. И потом цитаты Христа ожили, я стал понимать, что он говорил, потому что именно опыт даёт возможность понять эту цитату, любую, о которой он говорил. Чем меньше мы нарушаем законы, тем больше мы входим в резонанс с собственным здоровьем, потому что мы сами своё здоровье уничтожаем. Ещё раз говорю, исчез страх, восстановилась здесь деятельность, выровнял отношения свои, вот то, что я говорил, с людьми, я никого не сужу. Если человек там что-то делает, если я могу поправить, я поправлю, если я не могу этого делать, значит, я не осуждаю его, потому что он имеет свободу выбора. Мне это не нравится, может, даже очень не нравится. Тем не менее, я его не сужу. Почему? Потому что кто-то нам когда-то сказал, не судите, да не судимы будете. А если будете судимы, с какой-то яростью, так вот, с такой же яростью вам и закон ответит, потому что вы тоже далеки от святости. Вы не имеете права судить никого. А вот заниматься собой и судить себя вы должны в первую очередь из бревно своего вытаскивать. Вот эти все фразы, они начали ворочаться и превращаться фактически в образ жизни. Туда нас и звали. Разогнал духовную лень, у меня восстановился позвоночник, перестала болеть спина. То есть нормально можно двигаться и так далее. Здесь ушли. Тщеславие ушло. Самое последнее, наверное, что у меня еще оставалось. Это много лет пришлось на это потратить. Уныние ушло, потому что я понял, моя судьба в моих руках. Если буду продолжать всю оставшуюся жизнь, добивать вот эти остатки своих ошибок, мне жизнь показывает, сигналит. Мне становится лучше и легче жить. И получается, что с одной стороны ты уходишь по возрасту вниз, как бы идешь, как говорят, к печальному концу. И я стал понимать, а я не иду к печальному концу. Я перестал бояться смерти, потому что я понял, что жизнь, мы вечные. Ведь не только, скажем, пророки, или, скажем, Иисус Христос пришел на землю, и после того, как у него отобрали оболочку тела, пусть его убили, а его составная часть верхняя, она ушла к отцу на высоединение. Он сам говорил, я ишел от отца и возвращаюсь к отцу. И наш дух человеческий тоже при, скажем так, когда тело умирает или погибает, наш вечный дух уходит опять в тот мир, в который мы откуда пришли. Только единственное, что нас не отпускает, то, что вот называют астралом или эфир, испачканный эфир, это область наших мыслей и область наших чувств. Естественно, что и мысли, и чувства далеки от совершенства наших. А дальше, если вниз, вот тут слово, а еще поступки. Так вот, если нормальный человек не совершает плохих поступков и не говорит плохих слов, но у него мысли и чувства далеки от совершенства. Вот когда-то, я тоже работаю за границей, я работаю руководителем управления строительного, естественно, я вынужден был внешне выглядеть как дипломат. И когда мне предъявлен был счет, что ты не прав в чем-то, я в чем, они мне сказали, а это твое. Я говорю, ну я же ничего не делаю. Это только мой проектный институт, я же не делаю вот этого. Мало ли, что я думаю или чувствую. А мне говорят, это для тебя, материалиста, ничего не значит. Но Божий закон, воля Божия и жизнь наша пронизывают насквозь, в том числе и два вот этих мира. И там ты нарушитель, поэтому пока ты не исправишь вот эти два слоя, ничего хорошего не получишь. И вот тогда я и стал искать, каким образом побеждать это, каким образом побеждать это, или это, или вот это. А здесь что? Не забыл сказать. А здесь идеи, которые мозг принимает, он где-то что-то прочитал, или ему что-то внушили. И он живет этим, я их называю, измы. Материализм, фанатизм, вот, и еще какие-то измы. Поэтому пока мы не найдем настоящего изма, настоящую идею, которая будет править мозгом, мы никогда не будем здоровы и счастливы. Поэтому задача человека, любого человека, возьми и найди себя. Никто нам не мешает, нам не нужны какие-то большие деньги для этого. Хватит тебе на содержание в жизни, то есть ты работаешь, получаешь какие-то деньги, содержишь семью, и хватит. А для вот этого денег-то и не надо. А что нужно здесь? В первую очередь, вера. И вера – это не пустое слово. Это не какая-то абстракция. Вера, фактически, духовная вера, открывает врата вверх. Если я верю, как ребенок, который верит, Дед Мороза, который верит, что папа и мама в таком возрасте, когда он защитят его от любых проблем, ребенок в это верит, маленький, вот. И вот эта вера, когда появляется, это открытость Творцу, это форма. Я Богу открыт. Я не говорю, что я верю в Бога, или я люблю Бога, ничего подобного. Вера и любовь – это немножко другое. Если я духовно открыт Творцу, тогда оттуда идет вопрос, но поверил, и дальше что? И для меня тогда информация к размышлению. Ну, что для меня Бог? Бог – это сумма неких моральных установок, законов, которые я должен принять и выполнять. А вот как – это уже другой вопрос. Попробуй. Если я говорю, что я верю, на самом деле, у меня нет движения к исправлению, тогда вера, извините, это не вера, это пустышка. Потому что, как только у меня появилась вера, я сразу почувствовал, меня совесть начинает давить. А почему? Потому что, если я поверил, прежде всего, что я вышел на уровень своей души, своего духа, и вот дух, приходя, и говорит, а что ж ты, Юрий Николаевич, ведешься себя неправильно? И поверил в это высочайшее, скажем, звено, ну, тогда бери и выполняй законы. Другой вопрос, а хватит ли у меня знаний, хватит воли, хватит веры или нет? И вот тогда и стало формироваться вот это мое движение в сторону верха. И я понял, кроме веры нужно движение. Движение я должен двинуться в сторону исправления. Не знаю, сколько мне это надо, вот я говорю, я почти 30 лет уже этим занимаюсь, и впереди еще работа есть. и немало. Дальше, движение это тоже закон, это вот в книге Абдрушина уже это есть, что закон движения. Все, что движется и движется быстро, оно бодрое, здоровое, так же, как вода, которая горная, с бешеной скоростью, она никогда не гниет, она никогда не застаивается. Так же и человек, либо он активен, либо он пассивен. Вот, кроме веры, что нужно еще? Контроль за мозгом. Я понял, что он пытается противостоять моим намерениям. Я пытаюсь разобраться, здесь начинается, ну, хаос какой-то в мышлении. Я научился справляться, блокировать вот этот хаос и постепенно, постепенно настраиваться на то, как приобрести знания. И они пошли. Почему? Потому что, если ты проявил сначала веру, потом нашел в себе волю и терпение, вот, и мало того, важна цель. Если цель моя устойчива, духовная, значит, видя, что человек верит, цель поставил духовную, имеется в наличии воля и вера, и он движется туда, пусть медленно сначала, робко, иногда не туда наступает, ну, это методом проб и ошибок. И в конечном итоге оттуда начинается доверие, и к тебе все больше и больше начинает приходить вот эта сила поддержки и защита от обстоятельств жизни, которые мне не нравились. Вот. И буквально прошло не такое же большое время, как почувствовал, судьба исправляется, здоровье становится лучше, с апреля, с 1 апреля 94-го года, недавно исполнилось, 29 лет, я ни одной таблетки не выпил и ни разу не обращался к врачу за помощью, ни разу. Вот. Единственное, что пару раз пломбы ставил, но тут никуда не денешься. Но химии, от химии я свою кровь и тело избавил давно. Я возвращаюсь к тому, что у меня были проблемы с желудком, у меня постоянно бронхиты, ангины были, било суда, головные боли, сосуды были плохие, постепенно все восстановилось. Вот. И денег никаких не надо тратить на аптеке. Я забыл, что такое аптека. Дальше. Вот это сплетение, оно как раз-таки влияет не только на позвоночник, но опору на двигательный аппарат. Вот. Шейное сплетение тоже и на руки влияет. Вот. У людей иногда, я в первые годы я немножко так попрактиковался под эгидой есть такая Всемирная Ассоциация парапсихологии. сейчас уже покойный Наумов Эдуард Константинович. Вот он меня пригласил и там под, скажем так, под контролем врачей я несколько месяцев даже, по-моему, год практиковал. То есть, помогал людям найти здоровье. Во-первых, читал им лекцию персонально каждому. Вот. И, во-вторых, я говорил, человек приходит и говорит, у меня рука отнимается и вот крутит и больно. Я смотрю и вижу, не руку надо лечить, а вот с чего начинать. Шейное сплетение. Отсюда идет раздача нервных сигналов и блокируется где-то здесь, здесь, здесь. Ну, в то же время и я понимал, есть генеральный прокурор небесный, я так говорю образно, который из-за ошибок этого человека, который ко мне обращается, приговорил его болеть. Ты неправ человек. Ты здесь, вот, может быть, жадный, сюда и жадность бьет. Здесь ты какой-то агрессивный, обидчивый и тщеславия у тебя полно. А здесь ты неправильно там к жене относишься или к своим детям ты, может быть, их давишь, деспот или что-то. Ну, и так далее. А здесь у тебя вообще лень, лень сюда бьет тебя. И вдруг приходит некто, как я, и говорит, давай я тебе вылечу. И вот я, как бывший главный инженер, когда у меня был отдел техники безопасности, я думаю, так, имею ли право вообще вмешиваться в этот процесс? Врачи имеют право. Почему? У них профессия. Вот, они лечат фактически всех лентяев, которые не желают заниматься духовным своей духовным исправлением. Но я не врач. И вот чисто с моральной точки зрения имею право вмешиваться и лечить человека. И получается, не имею, если только не направлю его на путь истинный. Поэтому я на сеанс какой-то у меня входило там 3-5-7 минут, но я час-полтора читал и вот эту всю систему рассказывал. Вот. И достаточно быстро я понял, что человека надо не лечить, это неправильно я делал. А человека надо перевоспитывать, дать ему вот эти все знания, установки, чтобы он сам исправляясь уходил от этих страхов, от тщеславия, от ревности, от жадности, от мстительности какой-то и так далее. И в конечном итоге через веру он уходит и от инертности восстанавливает иммунитет, мозги подчиняться начинают не всякой извините за выражение дури, а начинают подчиняться совести разуму и любви, высшему разуму. А это и есть наш дух. Ведь дух рожден Богом, а следовательно это свет, это любовь, это благородство, это здоровье в конечном итоге. Вот. И мы отказались от него, потому что Люцифер когда-то, используя вот эти нашептывания, вот, как бы говорил, а что вы слушаете всегда там кого-то? Вы сами великие, он раздувал нас, это тщеславие, вы сами можете быть чуть ли не богами, вот, и такие люди даже есть, которые говорят, что мы уже скоро такими будем, всевозможные гуру там и прочее. Так вот, избавляясь от вот этого чванства, от того, что мы сами все с усами, как говорится, попробуем подчиниться своей же системе, которая нас и породила, то есть духу, а дух всегда на связи с Богом. И чтобы обрубить эту связь, Люцифер как раз со своей командой и через магии нас просто закрыли, а наши грехи, которые мы совершаем ежедневно и много, все больше и больше эту тучу увеличивает, то есть отсекает нас все плотнее и плотнее. Поэтому перед приходом Христа предтеча, помните вы все, Иоанн Креститель, и именно в момент его прихода уже понадобилось крещение, почему? Потому что вот эта мощная туча, она столько уже за эти миллионы лет накопилась, огромное количество людей и огромное количество лет, перемножьте греховную массу эту на количество людей, количество лет и получите невероятно большое количество этой плотности, этой тучи, поэтому самостоятельно у человека когда-то во времена Авраама или там Ноя могли пробиться самостоятельно, тогда еще туча была бледная, но потом все, закрыли нас, наши же грехи, следовательно, свет это понимает, поэтому возникло понятие крещения, крещение это соединение воли человека с крестной силой, этот акт крещения, и тогда что, у человека есть возможность как только он в пути пытается пробиться вверх, а сила тьмы превышает его личный потенциал духовный, тогда вступает защита крестной силы и не дает его утопить, только ты должен быть честен, и не вешать свои проблемы, и свою лень на крестную силу, иначе она мгновенно отворачивается, и тогда барахтайся сам, это эти всеми взаимодействия можно понять только в опыте, и я вам рассказал немножко как бы основа, от чего это здоровье у нас рушится, вот поэтому что еще можно, чтобы потом листочек перевернуть, да, еще могу что сказать, есть люди, которые попытались, получив это знание, тоже у них пошел маршрут вверх строится, и они пытаются каким-то другим людям донести, что в этом есть польза, в этом есть смысл, и так далее, но этот человек пока еще прошел всего может несколько шагов, образно говоря, там год, два, три, и он пытается ввести каких-то других людей, новых адептов, привести на этот путь, и вдруг им становится очень плохо этим людям, которые призывают, ко мне обращаются за помощью, почему? Я говорю, потому что вы, не имея еще потенциала, начинаете теребить ту тьму, которая стоит за каждым человеком, это его персональная карма неотработанная и так далее, попытка его втянуть на чистый и светлый путь атакует беса этого человека, я на себе это тоже многократно испытывал, и когда я еще в конце 90-х году, да что же так плохо, мне говорят, твоя броня, это есть твоя чистота, ты сначала должен стать достаточно чистым, вот, и срабатывает как раз закон подобия, если в твоей крепости, вот так ее нарисуем, вот мое тело, а вот мое поле, если в твоей крепости нет ни зависти, ни жадности, ни страха, ни тщеславия, ничего, бесы, которые пытаются пробить твое поле, не могут, потому что внутри крепости нет врага, который открывает им ворота, если есть такой враг, тебя достанут, потому что по закону подобия не мною, а это закон от Бога, подобное тянет подобное, наркоман к наркоману, умный человек к умному человеку, и так далее, срабатывает везде закон незримый, мы его видим, но озвучить его помогла вот эта книга в свете истины, великолепная книга, я считаю новым Евангелием, который когда-то в 24 главе Матфея было сказано, что придет еще одно Евангелие, будет прозвещено всему миру, и тогда и наступит конец, вот оно по всему миру ходит, может быть не везде оно еще дошло, но оно уходит по миру, миллионы людей его читают, поэтому, чтобы кого-то потащить за собой, то есть груз какой-то, вот то, что я говорил, сначала надо самому стать сильным локомотивом, который четко идет вверх, без страха и упрек, как говорится, тогда ты можешь помочь другому, если этого нет, тогда тебя будет атаковать, и достаточно тяжело будет, помните об этом, и то, что я говорил о свободе воли, тут мозг уже не найдешь, все зачеркну, ну, просто голову нарисую, вот рассудок, в рассудок постоянно лезут мысли определенные, которые мешают нам найти и свою душу, и привести свое здоровье к норме, вот, от Бога всегда есть ожидания, идемте ко мне, блудные дети, вот, а человек капризничает, он считает, что как-то без Бога может обойтись, почему Бог не помогает и не отбросит это все, закон выбора, великий закон выбора, который говорит, человек, ты сам должен к Богу пойти, и твое движение не есть слово, ты можешь говорить, говорить и говорить, Господи, я тебя люблю, я хочу к тебе, возьми меня к себе, я на колени могу встать и сутками стоять, сделай со мной все, что хочешь, я полностью в твоей воле, это не путь, это называется лень, и попытка на Бога сбросить все свои проблемы и свои ошибки, не искупая их, они не получатся, есть еще закон воздаяния, который говорит, что ты сеешь, и ты получишь, рано или поздно, вот поэтому свобода выбора, человек, кто бы ты ни был, чтобы войти в состояние связи, через какие-то годы или какое-то время, ты должен пойти к Богу сам, первый, это диктует закон выбора, и движением признается к Богу не твои слова, а твои дела, так же, как и в любом производстве, в любом начинании, вот, одно дело декларация, а в другом реализация своих намерений, вот, почему, если я когда-то тоже начинал исправляться, что-то убирать, я никаких особых задач не ставил, мне говорили, ты что, святым хочешь стать, я говорю, об этом не думаю, потому что я хочу быть здоровым, и посмотрим, что будет, если я начну вот эти вещи делать, и когда я начал делать, да, здоровье стало возвращаться, в судьбе появились, скажем так, светлые моменты, и потом они еще больше нарастают, еще больше нарастают, и можно сказать людям, которые боятся, даже своих детей воспитать, включив духовно, потому что мне говорили, как воспитать ребенка, если мир такой жесткий, его же моего ребенка топтать будут, обстоятельства, и люди, которые и близко не хотят в эту сторону идти, я говорю, если вы не верующий, я вас пойму, но такие люди находились и сиди верующих, какая же у вас вера, если вы считаете, что Господь, так я его всегда рисую условно, бесконечность, по сравнению с Землей, Земля, это маленькая планета, и вокруг нее, вот эта туча этих бесов, которые мы наплодили, оно ведь, это крохотная величина, с космической точки зрения, в космическом масштабе, Бог творит Вселенные, творит галактики, и ему навести порядок, вот на этом, пятикопеечном пространстве, вообще проблем нет, почему он тогда вот этого не делает, потому что люди не выбирают Бога, вот, и поэтому, когда посланцы сюда приходили, один за другим, все от Бога, их прогоняли или убивали, и тогда Бог сказал, две тысячи лет назад, через Христа, Иисус сказал, я от вас ухожу, и миру более не явлюсь, но умолю дать вам, отца, дать вам другого утешителя, духа истины, потому что Иисус был любовь, и люди гвоздочками ударили, а Он сказал, придет дух истины, вот, в отличие от ипостаси любви, идет ипостаси воли, а воля это жесткий принцип, жесткая ипостась, почему, и воля приходит сюда, чтобы навести порядок на земле, и вот это дыхание этой воли, мы чувствуем, с каждым месяцем, с каждым годом, мы видим, что все идет к тому, а поскольку люди, не желают искупать свои грехи, а искупаются только смирением, чем отказом от тщеславия, отказом от обиды, отказом от своей лени, от страха, от ревности и так далее, вот только тогда, а смирение, по принципу, где, по-моему, в 6 главе Матфея написано, кому вы будете прощать, того и Господь простит, что это такое, я научился прощать, это и есть списание своей кармы, постепенно, мой рюкзак с кармой, стал худеть, худеть, и ты становишься все меньше и меньше, виноватым перед законом, и этот путь длинный, и еще долго идти, но главное, что ты пошел по этой дороге, что ты объявил, что ты не против закона, ты не против Бога, а ты с ним, просишь все время помощи, и так далее, и тебе эта помощь идет, поэтому вот в этом ты и суть христианина, чтобы разобраться буквально в 2-3-4 законах и понять, что такое смирение, обуздать свои мозги, которые постоянно тянут в неправильную сторону, поставить под контору совести и благородства, которое сверху помогает нам, и тогда мы потихонечку начинаем превращаться в человека, в этом-то и смысл жизни, ведь смеются над смысл жизни, смысл жизни, ха-ха-ха, хи-хи-хи, целый ток-шоу об этом, а что же такое смысл жизни, а в том, что когда-то пришла заготовка, как вот полено, и папа Карло пытается из нее сделать буратино, и когда папа Карло пытается избавить человека от вот этого, вот этого, сначала словами, через пророков, перестаньте так делать, перестаньте так делать, вы погибнете, и вы будете страдать, а человек говорит, а я буду, все равно буду, ну что ж, тогда приходит режим страданий, начинаются болезни, начинаются всевозможные негативные события на земле, и огромное количество людей сейчас страдает, так вот, чтобы понять вот эту всю систему, еще раз говорю, нужна вера, во вторую очередь, постановка духовной цели, ведь человек будет обслуживать только ту цель по-настоящему, которая для него главная, я это говорю языком светским, а Иисус это сказал, где богатство ваше, там и сердце ваше, вот если для вас богатство есть дух, ваша душа, вы будете идти туда, но если для вас богатство реально, это карьера, это деньги, это развлечение, и многое, что другое, что приковало вас к земле, эти земные цели, в этом самом, если у вас какие-то такие есть, но вера, пожалуйста, но только цель-то должна и главная, вот это быть, а не вот это, и многие декларируют в духовную цель, а на самом деле остаются привязаны вот к этим, и мешает им опять же и тщеславие, и еще какие-то заблуждения, и вот они барахтаются, барахтаются в этих сетях, но возьмите и разорвите их, опять же, это возможно только, если у вас цель по-настоящему духовная, вот вера, духовная цель, контроль за мозгом, есть такая методика, которая может обуздать мозги, четвертое, наличие воли, наличие терпения, осознание, что такое смирение, что при, имея возможность все время прощать, от души прощаешь, тогда тебе списываются долги, вот наш путь, вот, скажем, день, когда вы стартовали в духе, но в прошлом-то вы не святой, что вы сеете, то и будете пожинать, и никто этот закон никогда не отменит, он как был от начала веков, так он и будет всегда, так вот, я когда-то сел и думаю, если я сейчас пострадал, то не есть ли сегодняшнее событие причина некого, следствие некой причины, я же не святой, значит, есть за что меня бить, судьбе, судьба, кстати, от слова суд происходит, и вот, когда я получал по ушам регулярно, я понял, что если я преступник, юриспруденцией называется преступление, в религии называется грех, не важно как, если я преступник, и вердикт вынес, приговор, вот здесь, вот этого человека наказать, вот за это, раз я имею право обижаться, на то, что законное наказание получил, вот, нет, я это понял, и постепенно, постепенно, мозгам своим, которые пытались, опять же, обижаться, говорю, стоп, я не хочу ссориться с Господом Богом, нахожу в себе волю, это не сразу приходило, это шли месяцы и годы, когда я в конечном итоге, все это умерло, и тем самым, мне и привело, что за мной тащились вагончики с грехами, то есть с кармой, каждый раз, мое прощение, а их были тысячи, тысячи, тысячи прощений, а значит и тысячи, и тысячи моих грехов бы списывались, и списывались, и списывались, то есть я проверил, что вот этот момент четко искупает грехи, это опыт, это не болтовня пустопорожная, и я говорю с людям, попробуйте сами пожить так, найдите в себе вот эти вот пункты, веру, волю, терпение, поставьте цель, пойдите туда, и вы получите примерно то же самое, потому что на вашей стороне будет Бог, потому что когда вы это делаете, вы тем самым направились в сторону света, и тогда свет приходит к вам по закону выбора, в поддержку, ты выбрал свет, ты выбрал эту цель, поддержите его, и все эти силы верхние начинают работать для вас, и вот такой режим, когда много лет проживешь устойчиво, и допустим я один могу предположить, что у меня дежавю, или я какой-то аномальный тип, но когда люди пошли, один, второй еще в 90-х годах, третий, пятый, десятый, потом больше пошли, и у тех людей, которые сильные, немножко в духе, то есть они цель ставили, у них вера настоящая, у них наличие воли и терпения, то есть набор качеств, которые человек должен в жизни своей выработать, вот у них начинает это все получаться, и когда у них начинает получаться, они с удивлением говорят, ну надо же как, а мы не думали, что все так просто, всего лишь на все наличие неких качеств нужно, вот, и многие мне говорили, когда мы были на ваших лекциях, потому что очень много читают лекции на эти темы, есть эзотерические уклоны, есть сектантские уклоны, есть там прочие всякие, и мы думали, что вы примерно вот один из таких типов, которые нам говорят, мы пробовали ходить там в рейки, пробовали ходить там по Блаватской, по Рерихам, по этим, по пятым, десятым, таких, Штайнер есть там, антропософия, я читал и поражался той галимоте, которая увлекает умных людей, в том числе из научного мира, кошмар какой-то, вот, и в сумме получается, что есть правда, есть правда, но добывать ее лентяю не получится, потому что, естественно, что лень мать всех пороков, и если человек хочет справиться с ними, он должен отказаться от своей лени, от своей инертности, в данном случае духовной, потому что есть люди, которые бездуховные, но они активны в обществе, они что-то там делают, и если им еще дать вот эту компоненту, составляющую, им бы цены не было, потому что воля бы направлена была не только на решение земных проблем, но и решение высших проблем, и представьте, что если бы вся земля, человечество, хотя бы ее большая часть, начал бы отказываться от своих пороков, и тогда свет пришел бы на землю, и наши проблемы постепенно начали бы сходить на нет. Это уже, скажем, такая масштабная, скажем, хотел сказать, задача, но не задача, потому что выбирать человеку, я выбрал свое, но я не могу навязать даже своему ребенку, даже своим близкому человеку, потому что такое же, такое же, такой же свободы выбора, он не хочет, он не пойдет, и не верю, не пойду, и здесь не буду делать, хотя объясняешь все, беспрерывно объясняешь, объясняешь эту систему, но если человек не хочет. И в Саэре, когда у меня еще тщеславие было, я пытался изменением тембра, как бы придавить, вот так надо, вот так я прав, и потом я понял, что я нарушаю закон выбора, я не имею права давить, даже тембром, потому что в тембре всегда проявляется правда о человеке, слова это одно, а тембр это другое, вот, и я думаю, даже тембром нельзя нарушать закон, надо человеку разговаривать, показывать, давать ему эти знания, а вот хочет он там делать, или не хочет, или у него другие какие-то наклонности, или он выбрал другой путь, хочет он в эзотерику пошел, хочет он в такую-то религию пошел, в такую-то, в такую, у нас их много, вот, одного христианства, главные три ветви, а в них еще есть подразделения, в каждой, вот, и куда вот идти человеку, я могу сказать, если вы хотите найти правду, а попробуйте сами сначала справиться с пороками, когда ваше бревно начнет потихонечку уходить, вы и найдете именно ту дорогу, которая придет вас сюда, потому что разобраться с ложью, поможет только личный опыт, методом проб и ошибок, вот, и искренность, самое главное, искренность и добровольность, потому что что такое добрая воля, я хочу не по принуждению идти, а потому что меня туда душа зовет, тогда реализовывай, и вот эта искренность очень важна, потому что когда человек, я люблю Бога, я встаю с утра и начинаю словословить, Господи, какой ты великий, спасибо тебе за то, что я живу, что на моем столе вкусная еда, что мои дети сыты, что за квартира оплачена, все эти самые коммунальные услуги, у меня есть на них деньги, у меня карьера очень терпимая, так я еще жив, и на земле еще так вот терпимо, вот человек, это не любовь к Богу, это, скажем так, кто так учил любить Бога, ведь если любить Бога, я всегда говорю, что для меня есть авторитет, слава Христа, что он сказал по поводу любви к Богу, если любите меня, выполните мои заповеди, кто их не выполняет, меня не любит, все, значит, любовь к Богу только в полном исправлении человека, поэтому человек может двинуться и учиться любить Бога, а может не двинуться, вот, а если он не движется к Богу, значит, никакой любви разговора нет, потому что иначе вы противоречите Христу, которого, кстати, очень уважаете, вот я знаю таких людей, и вот когда только прижмешь их этими аргументами, причем цитатами из Библии, и только от Христа, никаких других, только прямая речь Христа, крыть нечем, это начинает человек злиться, потому что у него нет выхода, либо признавать свою несостоятельность, или лень, а он это очень не хочет, мешает вот, тщеславие душит его, отсюда и выход какой, хочет человек идет, не хочет не идет, все в руках человека, судьба наша, как заявлено, что в наших руках, пожалуйста, вот, поэтому мы пришли на землю, вот откуда-то, с высот духовных, зачем пришли? Чтобы из светлячка, слабо, тускло, светящего, это бессознательное, духовное существо, мы должны здесь пройти школу жизни, ведь земля это полигон, мы вошли в тело, тело это не есть, собственно говоря, для человека, это только оболочка, которая служит для путешествия по вещественности, по миру материи, и вот тут, если бы мы не вошли в грехопадение, мы бы достаточно быстро, из-за того, что мы преодолевая голод, преодолевая борьбу со зверьми, устраивая себе быт, мы лишаемся лени, потому что, когда человек активен, вот, нам бы хватило для того, чтобы пройти одну, максимум две жизни, и уйти сюда, но из-за того, что мы послушали Люцифера, и стали ошибаться, и каждая ошибка вызывает препятствие на пути, карма, еще ошибка, еще препятствие, а я когда посчитал, в 94 году, когда у меня началось, что я в день только эмоционально, по 20-30 раз нарушаю закон, тут испугался, тут за рулем еду, кому-то пожелал чего-то, и так далее, весь день у меня вот этот раздерганный, потому что хочется активной жизни, я не сплю на диване, чтобы не нарушать карму, естественно, мы живем и участвуем в каких-то процессах, я когда посчитал, умножил на свою сознательную жизнь, мне тогда 46 лет был, ну минус 15, 31 год на вот эти дела все, кошмар, и каждый из моих ошибок требует, что искупление, я приуныл, но потом вспомнил еще, делайте добрые дела, творите добро, и вы тем самым тоже списываете карму, вот, и поэтому весь смысл бытия, из вот этого слабенького незнайки, пройти этот опыт, приобрести закалку, отказ от лени, в данном случае духовный, и вот это существо, которое пришло отсюда, одевшись, эфирные оболочки, астральное какое-то, как муфта сцепления между тем миром и этим, и в конечном итоге, вот это существо по путешествию по земле, должно обрести знания, вот этих вот законов всех, найти добровольно, выбор сделать к свету, а не в сторону чертей, и вот только такой человек имеет право покинуть землю, и уйти опять в духовный мир, но уже на полочку выше, это бессознательный мир, а вот это сознательный, что в религии называется рай, вот, люди считают это сказкой, да что за сказка, ищите царство небесное, это не научно, ну можно сказать, что наука это хорошо организованные знания, а жизнь, мудрость, это и есть хорошо организованная жизнь, вот и все, поэтому, прежде всего, надо быть человеком нормальным, не мешать никому жить, не переступать дороги никому, для своих каких-то целей, не важно, что ты хочешь, это первое, что должен сделать человек, и если он научится любить Бога, то есть жить по законам, тогда он и научится любить и своего ближнего, иисус сказал, не только любите Бога, но и люби ближнего, как самого себя, но ты не сможешь любить ближнего, почему, а в тебе есть те же самые заблуждения, и ревности, и зависти, и чего только нет, и вот именно это мешает тебе любить человека, вот, и об этом тоже Иисус говорит, все время его цитаты я вспоминаю, по причине беззакония вас охладеет любовь, это тоже Матфей, 24 глава, какого беззакония, а потому что мы нарушаем закон своими завистями, страхами, обидами, ревностью, тщеславием, жадностью, и так далее, и так далее, огромное количество, и все вот это и есть наша туча, и пока эту тучу не разгребем, мы и любить не научимся, любовь у нас там, вверху, давайте-ка еще обновим, вот мир нашего духа, отсюда, вот человек, существо, вот здесь какой-то сидит, допустим, Иван, или Федор, или там, заграничное какое-то имя, неважно, и вот оболочки, оболочки, и в конечном итоге, вот человек телесный, кто он, а он есть, вот он, кто, и в имени есть интересная такая смысловая нагрузка, потому что, ну вот есть такие женские имена, вера, надежда, любовь, и если у веры вера, и если у надежды надежда, и если у любви любовь, оказывается, что далеко не всегда имя соответствует тому, что оно значит, вот этот перекос тоже надо понимать, и что же такое, и выше, естественно, творец, вот, потом есть мир первосатаренных, как его называют, зеленая книга, откуда приходили пророки, Иоанн, креститель, вот, и так далее, и так далее, вот отсюда, много приходило, а Иисус был отсюда, почему он называется, Сын Божий, и второй отсюда, если это Сын Божий, Иисус Христос, это Сын Человеческий, Дух Истины, который и озвучил Иисус Христос, что я от вас ухожу, и миру более не явлюсь, это цитата от Христа, я подчеркиваю, я не выдумал ее, почему жду второго пришествия Христа, я не знаю, потому что он сказал, я умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа Истины, это другая ипостась, это воля святая, и почему его называют Иммануил, по-моему, с еврейского языка древнего, это называется С нами Бог, а С нами Бог всегда, почему, потому что породив существо человека, вот он, волю Божию породила, и всегда матрица вот эта духовная, она всегда с Богом, С нами Бог всегда, и мы никогда не уйдем от контроля, потому что все, что малейшие движения нашей, души наших намерений, наших чувств, наших желаний, мгновенно вот здесь отражаются, и если ты уходишь в темную сторону, это все начинает регистрироваться, и идет наказание по судьбе, пытаясь нас остановить, потому что в этом и есть любовь к своему чаду, любовь наказывает только там, строгает нас больно, когда мы в чем-то неправы, ведь если я хочу воспитать своих детей правильно, что должен делать отец и мать, они должны ребенка остановить в его неправильных поступках, которые мешают соседям, если он шумит, или он там кого-то оскорбляет, или еще что-то делает, мы должны это останавливать, почему? Потому что иначе мир, если не остановить его с детства, превращается в то, что мы сейчас имеем, а вот если правильно воспитывать ребенка, тогда мир был совершенно другой, потому что в наших детях наше будущее земли, и воспитать его надо правильно, криком и жестокими наказаниями, это изредка может быть и можно, но только это не панацея, потому что ребенку надо дать мотивированный интерес какой-то куда-то, вот у него интересы сейчас гаджеты, компьютеры, вот они лезут уже чуть ли не 7-8 лет, им дарят дорогие телефоны, и они бедные сидят там, а там что угодно, и порнография, и у них эта детская еще, совершенно незакаленная душа получает вот этот развратный вариант, и что тогда с ними делать? И вот чтобы увлечь, если отнимаешь, допустим, у меня родители говорят, мы отнимаем у него телефон, что происходит? Он идет к твоим друзьям, а у них это есть, и все равно он будет тянуться к этому, следовательно, только переключение интереса на что-то, на творческое желательно, пусть он что-то рисует, или в танцы походе ходит, в спорт побольше и так далее, вот занять его время полезным и невредным времяпровождением, единственный выход, и плюс постоянные беседы, 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 объяснять, вот до 14-15 лет ребенка очень трудно сдвинуть в духовную сторону, вот эта книга, опять же, я говорю, все эти истины, она объясняет, что вот в этот момент, когда Эрос приходит впервые, открываются врата, как в темную сторону, так и в светлую сторону, как бы человек выбирай, человек приходит в зону ответственности, личный уже ребенок, поэтому у него и начинаются болезни часто в этот период, вот, и куда он выберет, такая его будет судьба, поэтому очень важна роль, вот в этот момент роль родителей, будьте мудры, будьте, тратьте время на своих детей, чтобы не было вот этого варианта нисхождения и гибели, духовной сначала, а потом и телесной, это очень важно понимать все, вот, это трудно, это невероятно трудно, особенно в наше время, скажем, я не могу говорить, что будь как я, потому что я жил, и моя молодость, вот это было, сейчас скажу, я в 48-м году родился, значит, это был 61-63 год, вот это пубертатный мой период, вот, совершенно в другие условия были, намного выше были какие-то моральные ценности, вот, воспитание было совсем по-другому, довольно суровые времена были после войны, когда там не было такого достатка и все, а сейчас все для детей, пожалуйста, любые игрушки, любые развлечения, все, поэтому воспитывать ребенка и говорить, будь как я, невозможно, среда обитания совершенно другая, намного более агрессивная и развратная, и мы должны находить в себе мудрость, этому противостоять, какие-то вопросы есть, простите, я уже увлекся, чем-то надо закончить здесь, ну, если что, мы продолжим, это всё, А после чего, Продолжение следует...